В администрации Ленинского района состоялось заседание рабочей группы по взаимодействию принятия решений по сохранению возрождения усадьбы Тимохова-Саласкина и развитию этой части города. Заседание рабочей группы по взаимодействию принятия решений по сохранению усадьбы Тимохова-Саласкина и развитию территории этой части города состоялось по инициативе администрации Ленинского района. Круглый стол участников проводил заместитель главы Тимур Гаевский. Присутствующие на заседании представители инициативной группы районной архитектуры, общественной палаты и других в своих вопросах к представителям строительной компании «Доверна», у которой в обязательствах сохранение возрождения усадьбы с прилегающим парком и социальным назначением строящегося жилищного комплекса, интересовались, на каком этапе создание так называемой дорожной карты, плана развития этой части города. Но самое главное, к чему должны прийти и к чему в итоге, я надеюсь, придут обе стороны, это прозрачность работ и доверие друг к другу. На заседании уточнялись проекты всех зданий, сооружений, благоустройства объекта культурного наследия и планировка некоторых помещений строящихся жилых корпусов. Мы действительно меняли конфигурацию помещений, и там вообще были затронуты все конструктивные элементы дома. И всё было проведено, проектировано и возведено массовой экспертизой в полностью установленном порядке. На совещании было предложено ещё раз просмотреть концепцию создания на территории усадьбы военно-исторического центра. Согласовывалась с инициативной группой все планировки всех строений, то есть прежде чем отдавать историю культурную экспертизу, то есть мы всё показывали, смотрели, рассказывали, каждое дерево прошли, посмотрели несколько раз, тоже Евгений об этом сказал. Сейчас, кстати, вырубка закончена, всё, мы завершили этот процесс. Надо переделать въезд, чтобы сразу была перспектива, мы это тоже сделали. Наша основная задача – организовать рабочую группу и комиссии таким образом, чтобы эти обязательства были выполнены и со стороны инвесторов, и со стороны администрации, и чтобы жители получили в итоге нормальный парк, нормальное место для отдыха. В принципе, у нас есть сегодня понимание, что эти обязательства должны быть выполнены, есть понимание сроков. У нас обычно рассматриваются и те и другие вопросы, и каждый раз это заставляет внутренне дисциплинироваться, каждый раз это заставляет внимательно готовиться к тем вопросам по повестке, которые обычно рассылаются заранее. Мы стараемся действительно, как ответственный застройщик, чтобы все, как и чисто строительные вопросы, которые иногда попадают сюда, мы смогли раскрыть как положено. Ну и, естественно, усадьба. В ходе совещания было принято решение в ближайшее время представить к рассмотрению утверждённую так называемую дорожную карту. Людмила Медведева, Евгений Петров, Елена Кошлева, Видное ТВ.